привет друзья с вами автор книги ответов и сегодня мы поговорим про деньги эта тема напрашивалась очень давно и сегодня я постараюсь раскрыть суть этого элемента реальности так что устраивайтесь поудобней будет как всегда интересно и начнем с того что же такое деньги а деньги это эквивалент ценностного энергообмена то есть это очень простая величина то есть как вообще возникли деньги в давние времена когда не было денег люди обменивались между собой чем-то ценным например пекарь пек хлеб и менял его на то что ему было необходимо рыбак приносил рыбу башмачник приносил башмаки кузнец приносил свои изделия плотник свои портниха свои и так далее но такой обмен был весьма неудобным так как ценность у товаров была разная да и в общем то не каждый человек никак не каждый день пекарю нужны башмаки поэтому в итоге была придумана посредническая мера ценности которым которые и стали деньги и которая упростила этот обмен и с тех пор эта мера стала для многих людей таким вожделенным смыслом жизни поскольку деньги стали ассоциироваться с возможностью получать практически любые ценности начиная с базовых таких как еда и кров и заканчивая влиянием и властью но все-таки истинные ценности такие как любовь преданность и уважение всем известно что за деньги не купишь за деньги можно купить только иллюзию этих истинных ценностей хотя многие особенно молодые люди этого не понимают и придерживаются иной точки зрения тем более что мы с вами живем в мире потребления где для большинства людей деньги являются единственным смыслом жизни если раньше люди хотели стать кем-то например космонавтом врачом учителем то теперь люди прежде всего концентрируются исключительно на деньгах то есть думают о том где бы им побольше заработать то есть фокус людей теперь направлен не на собственную ценность которую они могли бы дать другим людям она ценность которую они могут получить чувствуете разницу вот если раньше люди развивали собственную ценность и это давало им то что в итоге они могли бы обменять на что-то что им нужно то теперь многие просто забыли об этом забыли о том что необходимо развивать собственную ценность и как раз и это является основной причиной того что людям просто нечего стало менять на деньги то есть люди хотят денег но им нечего предложить взамен понимаете ведь если у вас нет собственной ценности то кто захочет с вами меняться никто очевидно поэтому первое что необходимо делать если вы хотите привлечь деньги в свою жизнь то это заняться тем чтобы создать собственную ценность но вместо этого люди ставят свою денежную потребность на первое место и очень часто берутся за те дела для которых они совсем не предназначены думая при этом прежде всего о деньгах и естественно поэтому у них ничего не получается да к тому же они еще и тратят энергию потому что находятся не на своем месте человек как бы выпадает из энергообмен а значит идет по жизни исключительно на ресурсах своего тела а этот ресурс ограничен отсюда рано или поздно появляются обессиливание выгорание и депрессии а если продолжать себя насиловать в том же духе то дальше появляются и проблемы со здоровьем так что друзья если не хотите выгораний депрессий проблем со здоровьем то необходимо слушать себя и быть на своем месте в полях энергообмена то есть заниматься тем для чего вы предназначены и здесь индикатор очень простой когда вы идете по жизни в согласии с мирозданием у вас возникает легкость и у вас не возникает дефицита жизненных сил вы конечно можете уставать но это будет приятная усталость а если вы постоянно делаете что-то через силу то это главный индикатор что вы боретесь с мирозданием и преимущество в этой борьбе не всегда не на вашей стороне так что как ни старайтесь мироздание всегда победит итак мы с вами выяснили что деньги изначально связаны с обменом ценностями то есть то есть как привлечь деньги в свою жизнь а очень просто нужно понять свою ценность то есть понять какую ценность вы можете предложить другим людям и многие здесь разводят руками потому что ну просто не видят собственной ценности или обесценивают себя на фоне других но на самом деле понять свою ценность достаточно просто необходимо обратить внимание на то что вы умеете если сами не можете понять то проанализируйте свой бодиграф книга ответов вам в помощь только не нужно не нужно смотреть исключительно на тип или профиль смотрите на всю конфигурацию потому что потому что работает вся сборка также обратите внимание на запросы извне то есть с какими запросами к вам обращаются другие люди и обратите внимание можете ли вы удавлить удовлетворить эти запросы под можете естественно подразумевается такая легкость то есть легко ли вам удовлетворить запросы людей которые обращаются к вам за решением каких-то своих проблем или вам приходится все это делать через силу почему легкость потому что легкость это очень важный индикатор но часто бывает так что мы не придаем значение тому делу которое дается нам легко потому что просто обесцениваем это ну в общем то за что деньги просить если я даже не устал тем более что в подсознании часто сидит убеждение что деньги должны даваться тяжелым трудом поэтому большинство из нас и выбирают тяжелый труд а тем делам которые даются легко мы собственно вообще не придаем никакого значения и зря потому что именно в этих делах чаще всего и скрыта наша подлинная ценность и к тому же вот это вот легкость она подсказывает подсказывает на что мироздание нас поддерживает а значит мы корректно встраиваемся в поле энергообмена то есть делаем то для чего мы собственно предназначены или говоря проще идем по своему предназначению кто-то скажет что ему легче всего лежать на диване но друзья вы не забывайте что когда вы лежите на диване никакого энергообмена не происходит а если не происходит энергообмена то и деньгам взяться неоткуда энергообмен это взаимодействие а когда вы лежите на диване вы взаимодействуете только с диваном надеюсь это понятно и конечно не забывайте про наличие ценностей то есть если вы способны производить ценность лежа на диване если кому-то эта ценность по вкусу если она кому-то нужна если она востребована то пожалуйста лежите на диване никаких проблем и так еще раз деньги это элемент ценностного энергообмена то есть на деньги мы обмениваем собственную ценность и конечно лучше чтобы эта ценность не было какой-то выдуманный также оптимально чтобы мы могли создать эту ценность легко не идя против себя то есть не нужно усложнять себе жизнь вот собственно и весь секрет денег и конечно же люди должны как-то узнать о вашей ценности то есть необходимо рассказать миру о чем ваша ценность иначе снова никакого энергообмена не получится а если нет энергообмена то нет и денег надеюсь это понятно если вы боитесь предъявлять миру свою ценность то необходимо разобраться откуда идут эти страхи и ограничения бывает так что подобные ограничения находятся на генетическом уровне то есть в наших генах например вашего предка убили из-за того что он показывал миру свою ценность или просто убили из-за денег и теперь тема проявления себя и тема денег генетически связана с темой смерти а поскольку вопрос безопасности и выживания для любого живого существа всегда стоит на первом месте то наша природная суть автоматически избегает того что может привести нас к смерти конечно же бывают и другие ограничения например убеждение что деньги это зло а зло ведь тоже небезопасно поэтому психика будет автоматически защищать нас от того что мы считаем небезопасным надеюсь это понятно к счастью эти убеждения можно проработать и главное нужно научить себя ценить то что делают другие потому что когда вы обесцениваете кого-то вы точно также обесцениваете и себя обесценивая себя вы аннулируете свою ценность то есть получается что вам нечего менять на деньги понимаете кроме ценностного энергообмена за потребностью в деньгах у каждого из нас стоят уникальные стремления и приоритеты если человек их не учитывает и движется в сторону от своих стремлений приоритетов то он постоянно будет бросать начатое просто потому что его внутренние стремления и приоритеты иные а человек который постоянно бросает начатое конечно же испытывает такое же непостоянство и в деньгах кроме этого с помощью денег мы чаще всего стремимся компенсировать свои внутренние дефициты которые вообще никак с деньгами не связаны это те самые истинные ценности которые за деньги не купишь любовь безопасность комфорт власть независимость свобода и вот такие подобные вещи когда человек путает деньги с истинными ценностями он не находит этой истинной ценности в деньгах а значит остается в вечном поиске и снова постоянно бросает начатое душа знает что человек ищет не деньги а истинные ценности которые за деньги не купишь поэтому уводит такого человека в сторону от денег к тем истинным ценностям которые для души гораздо важнее и гораздо ценнее так что вот такая история получается на этом все пишите ваши комментарии подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм читайте мои книги и всем добра